Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Татьяна Косачева, координатор российского движения школьников по Рязанской области, а также Мария Ступишина, лидер РДШ школы 69 города Рязани, победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Лидер 21 века». Здравствуйте! Российское движение школьников появилось пять лет назад. Как это движение развивалось в Рязани? Давайте я расскажу. Потому что стояли у истоков как раз этого. 29 октября был подписан указ президента, и затем уже постепенно во всех субъектах нашей страны начали создаваться региональные отделения. Так, 12 апреля было создано наше рязанское отделение, и были 10 пилотных школ Рязанской области. Одна из них как раз городская школа 69, из которой у нас Мария. Этих школах, можно сказать, начали пробовать различные проекты российского движения школьников. Они очень активно вовлекались в эту историю, очень активно дружили эти 10 школ. Сейчас, конечно, нас так много, нас почти уже, вот все школы Рязанской области, это РДШ, и больше мы дружим по районам. И некоторые, конечно, активисты дружат, это наш региональный детский совет, а так по районам. Когда было 10 школ, они ездили друг к другу в гости в район, и было очень такое душевное камерное рязанское отделение. Сейчас нас много, мы развиваемся, проекты меняются, появляются новые, появляется огромное количество активистов. Наши активисты уже становятся студентами, но очень многие остаются с нами. У нас есть и свой педотряд из студентов, у нас и в детском пресс-центре остались некоторые студенты, которые нам помогают. Поэтому вот из таких школьников выросли уже взрослые люди, которые все равно оставляют российское движение школьников. Мария, вы как раз таки учились в школе, которая первая стала, одной из первых стала приобщаться к движению школьников. Вот расскажите, почему решили стать частью этого движения? Ну, я до сих пор являюсь все-таки ученицей этой школы, и все началось с нашей школьной организации. Только потом, когда выбирали 4 первичные отделения в нашем городе именно, мы стали одной из пилотных школ. И автоматически мы стали активистами российского движения школьников. И почему бы не попробовать что-то новое? И до сих пор я являюсь активистом и уже являюсь председателем нашей школы, и мы продолжаем развиваться с ребятами. То есть, получается, все 4 года вы в движении? Все 4 года мы в движении, да. Вы говорите, что изменить приобщиться. Как вот эти 4 года изменили вас, изменили школу? Думаю, в первую очередь, я выросла в эмоциональном и моральном плане. Если вспомнить меня 4 года назад, невозможно представить, на самом деле, маленькая зажатая девочка, которая не умеет говорить на камеру. А сейчас я сижу с вами и являюсь победителем регионального конкурса «Лидер 21 века». А школа, мы проводим постоянно мероприятия школьные, развиваем каждое поколение наших учеников, приобщаем новых активистов к нам в организацию. И участвуем не только в региональных и школьных мероприятиях, но и посещаем всероссийские проекты, всероссийские конкурсы. Для человека, который не знаком с Ардаша, как бы вы ему сказали, как бы вы его убедили, может быть, стать частью этого движения? Что бы вы ему сказали? Что, как мы об этом и раньше говорили ребятам, которые не понимали, зачем это создано. Я вот тут немножко даже ремарку сделаю. Маша сказала о том, что у них была уже организация. У нас как раз в 10 пилотных школах. Мы взяли разные школы. Школы, в которых была какая-то детская организация сильная. В школах, в которых была организация, но она была только на бумаге. В школах, в которых не было организации, смотрели, как это все развивается. Ребятам мы говорили, ребят, здесь вы просто найдете свои возможности. Ардаша предоставляет возможности. Во-первых, возможность найти ребенку, не сильно активному ребенку, который, может быть, сам не ищет эти возможности. Допустим, он занимается спортом, он не знает, как себя реализовать. Или он занимается дизайном, графикой и тоже не знает, где можно обучиться. Он живет в отдаленном районе Рязанской области. У нас есть такие примеры, когда ребята, вот молодой человек, который сейчас монтирует нам все видео, готовит нам к трансляции различные дизайнерские вещи и делает раздатку мерч нашего рязанского отделения, который хвалит на федеральном уровне. Это просто был ребенок, сейчас он 9 или 10 класс, тогда он был совсем маленький. И он стал участвовать в различных конкурсах. Он попал в Москву, стал победителем какого-то конкурса, обучился, и он начал развиваться в этом направлении. Ему стало это нравиться. И, возможно, он дорастет до очень хорошего профессионального уровня. Возможно, это станет его профессией. То есть мы предлагаем возможности ребятам. Во-первых, найти себя, а во-вторых, развить то, что уже есть, и показать, что вот у нас такая необъятная страна. Вы можете общаться с ребятами из других регионов, и благодаря РДШ вы можете получить какие-то знания, которые вы бы не получили в своем муниципалитете. Бесплатно предоставляются различные обучающие курсы, бесплатно предоставляются различные поездки. И благодаря этим поездкам ребенок ищет себя. В первую очередь Российское движение школьников – это то, что делается школьниками. Сейчас большинство мероприятий, в них существуют детские организационные комитеты. То есть каждый школьник, который приезжает на конкурс, на форум, на проект, он вносит свой вклад. И всегда все идеи, все группы, которые ведутся всероссийские, они делаются все учениками. То есть в первую очередь это школьники. Если все начиналось 4 года назад с 10 школ региона, то как движение сейчас? Сейчас у нас почти 300, если говорить о первичных отделениях. Можно сказать смело, что Российское движение школьников есть в каждой школе Рязанской области. Если это не первичное отделение, то наверняка там есть ребята, которые участвуют в наших проектах. Просто как-то задействованы в этих проектах. Может быть, это один-два проекта, пусть это не целая деятельность. Но в основном это уже готовые первичные отделения со своим движением, со своей структурой. Они берут проекты, которые им предлагаются, и они предлагают свои проекты в том числе. И как правильно сказала Маша, все делается со своими детьми. Почему так часто в российском движении школьников меняются проекты? Они увеличиваются, уменьшаются. Есть, например, основные нацпроекты, есть приоритетные проекты, есть пилотные проекты, которые пробуются и смотрится обратная связь от ребят. И появляются новые проекты, которые взяты как раз из регионов, от ребят, какие-то самые-самые интересные, и они становятся уже в федеральной повестке, эти вещи. Какие самые, наверное, громкие резонансные проекты именно резонансского движения были? Такое большое количество, не знаю, может быть, Маша вспомнит. В первую очередь то, что у нас в регионе первый детский пресс-центр появился, и только потом нахлынула волна по всей стране. То есть все это с нас началось, это была идея одной из наших активисток городских. Очень интересно, у нас началась история наших слетов самостоятельных. Мы можем смело сказать, что в Рязанской области было очень хорошо развито детское движение. У нас есть организация «Лист», которая до сих пор существует. Много активистов есть у этой организации. У нас здесь ребята из Пламенного. И вот мы, если в некоторых субъектах есть такие истории, что эти организации не могли найти общий язык, то мы как раз с нашими организациями очень дружим, и они нам помогали проводить первые слеты, как, например, Пламенный. Затем мы уже выросли, мы смогли вырастить свой педсостав, свой организационный комитет, и мы стали проводить свои собственные смены и слеты. К сожалению, сейчас мы не можем их провести в таком, в оффлайн-режиме, как бы мы ни пытались это сделать. У нас есть свои выездные заседания детского совета со всех муниципалитетов. Но даже в онлайн-режиме мы проводим достаточно хорошие слеты с большим охватом. И вот даже на 29 число мы тоже планируем такой достаточно большой праздник для наших ребят. Рязань участвует в каких-то российских конкурсах российского движения школьника, и как она себя показывает? Постоянно. И у нас много ребят, которые занимают места, выходят в финал. Совершенно недавно наша школа, моя школа, вышла в финал всероссийского проекта «РДШ территорию самоправления». Ребята у нас занимают финальные места в Лиге ораторов. Это проект, где ребята учатся публично выступать и снимать видео. Недавно у нас был конкурсный отбор на большой школьный пикник. Это всероссийская смена «РДШ». И у нас 12 школьников с региона прошли туда и должны были ехать. Но, увы, с обстоятельствами мы туда не попали. И эти конкурсы не заканчиваются. Каждый раз что-то новое, и каждый раз наши лица, наши имена звучат. Вы тоже ведь стали победителем конкурса «Лидер 21 века». Расскажите о нем. Это конкурс, который эмоционально заряжает. Именно на этом конкурсе человек может понять, что он имеет те самые лидерские качества, что за ним идет не просто школа, не просто город, но и целый регион. Став победителем, я поняла, что за моими плечами целый регион. И я готова вершить победу уже на всероссийском уровне. Как-то готовитесь как раз-таки к всероссийскому? Сейчас, да. Я узнала, что я прошла всероссийский этап. И потихонечку начинаю придумывать сам презентацию, чтобы... К сожалению, они будут проводиться в онлайн-формате. Но мы активно с моими активистами, с моей школы готовимся. Придумываем новые проекты, реализуем, продолжаем развиваться. В первую очередь, это не один человек, который участвует в конкурсе, а это его команда. Я развиваюсь внутри команды, внутри своей организации. Одна из целей, которую ставит перед собой российское движение школьников, это воспитательная работа в школах. Как это реализуется сейчас? Воспитательная работа и одна из целей... Самая главная цель у нас всегда стояла создание единого воспитательного пространства в школе. Чтобы мы со школами говорили на одном языке, и чтобы российское движение школьников не было дополнительной работы для педагогов и для школьников какой-то дополнительной деятельностью сверху. Мы всегда говорили о том, что старайтесь интегрировать и планы воспитательной работы с российским движением школьников. Вот сейчас совсем недавно появилась программа воспитательной работы РДШ, которую полностью можно как раз интегрировать в план воспитательной работы школы. Она соответствует всем поправкам федерального закона об образовании, она соответствует всем стандартам школы, и ее полностью можно брать и по ней работать в школе. И это не будет дополнительной нагрузки для педагогов, это будет только помощь для педагогов, потому что если мы смотрим на те проекты, которые есть, реализуются, там готовый пакет документов под каждое мероприятие, если мы говорим о днях единых действий, то там уже готовые сценарии, которые любой педагог, мы говорим здесь не только о замах по воспитательной работе или вожатых, мы стараемся охватить учителей-предметников. Если мы говорим про экологию, учителя биологии, географии, если мы говорим про школьные музеи, то стараемся привлекать сотрудников этих музеев. Если мы говорим про спорт, а есть несколько платформ у эрсийского движения школьников, это основной сайт rdsh.rf, есть отдельно сайт Лига вожатых, это сообщество как раз всех педагогов вожатых, временного детского коллектива, либо кто работает в школе, есть сайт sport.rdsh.rf. Вот недавно стало известно, что это будет единая платформа, в принципе, по спорту в Российской Федерации. Все конкурсы будут там проводиться, и все результаты ребят, они тоже будут высвечиваться на этой платформе. И здесь тоже может нам помочь учитель физкультуры в школе. А можно ли сейчас сказать, что, наверное, в каждой школе Рязани и области есть движение, есть участники движения? Да, как я уже говорила, что мы говорим почти все, но мало ли какая школа совсем не слышала, такое быть тоже может. Но, скорее всего, хоть один человек слышал, участвовал, смотрел и как-то привлекался к этой деятельности. Если говорить прям вот о вообще сухих цифрах, школу мы считаем 300 первичных отделений, зарегистрированных на сайте. ВСОВРА-256, по-моему, которые прям зарегистрированы с протоколами. 29 октября отмечается такая большая дата для российского движения школьников. Пять лет исполняется. Как будете праздновать здесь, в регионе? Давайте, наверное, я расскажу, да, и как раз всех приглашу к нашему празднованию. Ну, во-первых, 29 октября будет большая трансляция с утра из Москвы на все регионы, куда мы тоже будем подключаться. Плюс ко всему у нас в преддверии 29 октября, ко дню рождения, мы провели классную встречу. Классная встреча РДШ – это всероссийский проект, один из которых входит в нацпроект образования. И вот в рамках этого проекта мы провели классную встречу с нашим губернатором Николаем Любимым совсем-совсем недавно, 23 октября. Мы ее провели. Была прямая трансляция, что для нас, конечно, было очень приятно, что в преддверии дня рождения он встретился с нашими ребятами. Ну, а в сам день рождения у нас будет большой онлайн-праздник. В 3 часа дня мы всех приглашаем зайти в группу ВКонтакте и смотреть интерактив с различными конкурсами. Как раз вы там и Машу увидите, она тоже будет участвовать. Интерактив с конкурсами, лотерея. Сейчас ребята уже до 28-го числа ВКонтакте разбирают номерки. На лотерее у нас почти уже 500 номерков разобрано. И в конце выступления групп. Группа Поднебесная и Black Jack. Многие знают эти группы, достаточно известные в нашей области. И какие планы на будущее? Будет ли как-то движение развиваться в Рязани? Будут какие-то новые проекты? Развитие по-любому будет. Это не исключается. И новые проекты. Сейчас каждый активист нашей организации что-то новое придумает, что-то новое вносит. Все идеи, которые однажды ребята придумали и рассказали, они по большей части реализуются. Может быть на школьном уровне, иногда и на региональном уровне. Поэтому развитие по-любому будет, потому что идеи у школьников, они никогда не заканчиваются. Мы мыслим позитивно, вдохновенно. Самое главное, чтобы нас поддерживали взрослые. Но это и так происходит, на это и создано российское движение школьников. Мария, Татьяна, спасибо, что сегодня стали нашими гостями, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.